Восьмой. Всероссийский съезд Советов. 22-29 декабря 1920 года. Третье. Доклад Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров о внешней и внутренней политике. 22 декабря. Том. 42. Страницы со 128 по 161. Восьмой Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов состоялся в Москве 22-29 декабря 1920 года. По своему составу он был самым многочисленным из всех предшествовавших ему съездов Советов. В нем участвовало 2537 делегатов. Из них с решающим голосом 1728 и с совещательным 809. Партийный состав делегатов. Коммунистов 91,7%. Сочувствующих коммунистам 2,7%. Беспартийных 3,9%. Меньшевиков 0,3%. Бундовцев 0,3%. Левых эсеров 0,15%. Анархистов 0,15%. Членов других партий 0,8%. Такой состав съезда являлся наглядным показателем роста авторитета коммунистической партии и политической гибели мелкобуржуазных партий, разоблачивших себя в глазах народа как антисоветские контрреволюционные партии. Съезд собрался в период победоносного окончания войны против иностранной военной интервенции и внутренних сил контрреволюции, когда хозяйственный фронт выдвинулся как самый главный и как основной. Настоящий том, страница 137. В повестке дня стояли вопросы. Отчет о деятельности Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров, об электрификации России, о восстановлении промышленности и транспорта, о развитии сельскохозяйственного производства и помощи крестьянскому хозяйству, об улучшении деятельности советских органов и борьбе с бюрократизмом. Основные вопросы повестки дня предварительно обсуждались на заседаниях фракции РКПБ. Для всестороннего и глубокого обсуждения вопросов съезд образовал три секции – промышленную, сельскохозяйственную и советского строительства. Работа съезда проходила под непосредственным руководством Ленина. Он выступал на пленарных заседаниях съезда 22 декабря с докладом о деятельности в ЦИК и Совнаркома и 23 с заключительным словом по докладу. Кроме этого, он выступал шесть раз на заседаниях коммунистической фракции съезда 21, 22, 24 и 27 декабря по вопросу о концессиях и в связи с обсуждением законопроекта о мерах укрепления и развития крестьянского хозяйства. По докладу Ленина о деятельности в ЦИК и Совнаркома съезд, подавляющим большинством голосов, принял резолюцию, одобряющую деятельность правительства. Попытка представителей мелкобуржуазных партий, выступавших с антисоветскими декларациями, провести свой проект резолюции, получила дружный отпор делегатов съезда. Восьмой съезд Советов принял план электрификации страны, план Гоалро, составленный по инициативе и указаниям Ленина. Это был первый перспективный народно-хозяйственный план советского государства, который Ленин назвал второй программой партии. Резолюция, принятая по докладу Кржижановского, была написана Лениным. Смотри настоящий том страницы 196-197. Одним из важнейших вопросов, стоявших в порядке дня съезда, был законопроект о мерах укрепления и развития крестьянского сельского хозяйства, принятый СНК 14 декабря 1920 года. Подчеркивая его значение, Ленин говорил, что вокруг него, как около фокуса, группируются сотни постановлений и законопроектов советской власти. Настоящий том страница 148. Основные положения законопроекта обсуждались с участием Ленина на частном совещании беспартийных крестьян делегатов съезда советов 22 декабря и на фракции РКПБ 24 и 27 декабря. Смотри настоящий том страницы со 178 по 195 и с 382 по 386. Законопроект был принят съездом единогласно. Переход к мирному строительству потребовал улучшения и перестройки всего советского аппарата. Съезд принял развернутое постановление о советском строительстве. Оно упорядочивало взаимоотношения между центральными и местными органами власти и управления. Большое место в работе съезда заняли вопросы перестройки всей системы руководства народным хозяйством в соответствии с новыми хозяйственными задачами. Съезд утвердил новое положение о Совете труда и обороны. Восьмой съезд Советов учредил Орден Трудового Красного Знамени в награду за самоотверженность, инициативу, трудолюбие и организованность в разрешении хозяйственных задач. Возгласы с мест «Да здравствует, товарищ Ленин!» Гром аплодисментов, бурная овация. Товарищи, мне предстоит сделать доклад о внешней и внутренней политике правительства. Я понимаю задачу своего доклада не так, чтобы дать вам перечень хотя бы крупнейших или важнейших законопроектов и мероприятий рабочей крестьянской власти. Я думаю, что вас не интересовал бы так же и не представлял бы существенного значения рассказ о событиях за это время. Мне думается, что надо попытаться обобщить главные уроки, которые мы получили за этот год, не менее богатые крутыми поворотами политики, чем предыдущие годы революции. И из обобщения уроков опыта за год вывести самые неотложные политические и хозяйственные задачи, которые перед нами стоят, и на которые советская власть и через свои законопроекты, внесенные на ваше усмотрение утверждения, и через всю совокупность своих мер, возлагает сейчас больше всего надежд, придает им больше всего значения, и от выполнения их ждет серьезных успехов в деле нашего хозяйственного строительства. Поэтому позвольте мне ограничиться лишь краткими замечаниями о международном положении республики и о главных итогах минувшего года в области внешней политики. Вы все знаете, конечно, как навязали нам польские помещики и капиталисты войну под давлением и натиском капиталистических стран Западной Европы и не только одной Западной Европы. Страница 129 Вы знаете, как мы в апреле текущего года предлагали мир польскому правительству на условиях несравненно более выгодных для него, чем теперешние. И только под давлением крайней необходимости, после полных неуспехов наших переговоров о перемирии с Польшей, мы вынуждены были пойти на войну, которая, несмотря на крайне тяжелое поражение, понесенное нашими войсками под Варшавой в силу несомненного переутомления их войной, кончилась, однако, миром для нас более выгодным, чем тот, который мы предлагали Польше в апреле. Предварительный мир с Польшей подписан, и сейчас имеют место переговоры о подписании окончательного мира. Мы не скрываем от себя нисколько той опасности, которая состоит в давлении некоторых из наиболее упорных капиталистических стран, а также в давлении определенных кругов русских белогвардейцев с целью не дать этим переговорам окончиться миром. Но мы должны сказать, что политика Антанты, направленная на военное вмешательство и военное подавление советской власти, терпит все более и более крах. И все большее и большее число государств, стоящих безусловно, но враждебной по отношению к советской власти платформе, мы перетягиваем на сторону нашей политики мира. Число государств, подписавших мирный договор, увеличивается. И есть большая вероятность, что в ближайшее время окончательный мирный договор с Польшей будет подписан, и таким образом будет нанесен еще один серьезнейший удар союзу капиталистических сил, пытающихся вырвать у нас власть военным путем. Товарищи, вы знаете, конечно, также, что временные неуспехи нашей войне с Польшей и тяжесть нашего положения в некоторые моменты войны зависели от того, что мы должны были бороться против Врангеля, официально признанного одной империалистической державой и получившего колоссальные средства материальной, военной и иной помощи. И мы должны были, чтобы закончить войну как можно скорее, прибегнуть к быстрому сосредоточению войск, чтобы нанести Врангелю решительный удар. 10 августа 1920 года правительство Франции официально заявило о признании Врангеля правителем Юга России и назначило своим дипломатическим представителем при правительстве Врангеля Демартеля, бывшего до этого представителем Франции при Колчаке, а затем при буржуазных правительствах на Кавказе. Страница 130 Вы знаете, конечно, какой необыкновенный героизм проявила Красная Армия, одолев такие препятствия и такие укрепления, которые даже военные специалисты и авторитеты считали неприступными. Одна из самых блестящих страниц в истории Красной Армии есть та полная, решительная и замечательно быстрая победа, которая держана над Врангелем. Таким образом, война, навязанная нам белогвардейцами и империалистами, оказалась ликвидированной. Мы можем теперь с гораздо большей уверенностью и твердостью взяться за близкое нам, необходимое и привлекающее нас к себе давно уже дело хозяйственного строительства с уверенностью, что так легко сорвать эту работу, как прежде, капиталистическим хозяевам не удастся. Но, разумеется, мы должны быть на чеку. Мы ни в коем случае не можем сказать, что от войны мы уже гарантированы. И этот недостаток гарантии состоит вовсе не в том, что у нас нет еще формальных мирных договоров. Мы прекрасно знаем, что остатки армии Врангеля не уничтожены, а спрятаны не очень далеко и находятся под опекой, под охраной и восстанавливаются при помощи капиталистических держав. Что белогвардейские русские организации работают усиленно над тем, чтобы попытаться создать снова те или иные воинские части и вместе с силами, имеющимися у Врангеля, приготовить их в удобный момент для нового натиска на Россию. Поэтому военную готовность мы должны сохранить во всяком случае. Не полагаясь на нанесенные уже империализму удары, мы свою Красную Армию во что бы то ни стало должны сохранить во всей боевой готовности и усилить ее боевую способность. Этому, конечно, не помешает освобождение известной части армии и быстрая ее демобилизация. Мы рассчитываем, что громадный опыт, который за время войны приобрела Красная Армия и ее руководители, поможет нам улучшить теперь ее качество, и мы добьемся того, что при сокращении армии мы сохраним такое основное ядро ее, которое не будет возлагать непомерной тяжести на республику в смысле содержания, и в то же время при уменьшенном количестве армии мы лучше, чем прежде, обеспечим возможность в случае нужды снова поставить на ноги и мобилизовать еще большую военную силу. Страница 131 И мы уверены, что все соседние государства, которые много потеряли уже из-за поддержки против нас белогвардейских заговоров, достаточно учли непререкаемый урок опыта и оценили по-настоящему нашу примирительность, которую все толковали как нашу слабость. Они должны были убедиться после трех лет опыта, что когда мы проявляем самое устойчивое и мирное настроение, мы в то же время в военном отношении являемся готовыми, и всякая попытка войны против нас будет означать для государств, которые втянутся в такую войну, ухудшение тех условий, которые они могли бы иметь без войны и до войны, по сравнению с теми, которые они получат в результате и после войны. Это доказано по отношению к нескольким государствам. И это есть наше завоевание, от которого мы не откажемся, и которого ни одна из окружающих нас или находящихся в политическом соприкосновении с Россией держав не забудет. Благодаря этому у нас непрерывно улучшаются отношения с соседними государствами. Вы знаете, что мир окончательно подписан с целым рядом находящихся на западных границах России и государств, входивших прежде в состав бывшей Российской империи и получивших от советской власти безоговорочное, согласно основным принципам нашей политики, признание их независимости, их суверенности. Мир на этих основах имеет все шансы быть более прочным, чем того желали бы капиталисты и некоторые из западноевропейских государств. По отношению к латвийскому правительству. Я должен сказать, что одно время нам грозило как будто бы ухудшение отношений, доходившее даже до возможности возникновения мысли о прекращении дипломатических отношений. Но как раз последний доклад нашего представителя в Латвии указывает на то, что произошла уже перемена политики, устранены многие из недоразумений и законных поводов к недовольству. Страница 132. Есть серьезная надежда, что в ближайшее время мы будем в тесных экономических сношениях с Латвией, которая при товарообмене с Западной Европой понятное дело будет еще более полезна для нас, чем Эстония и другие граничащие с РСФСР государства. Я должен также отметить, товарищи, что на Востоке наша политика за этот год одержала крупные успехи. Мы должны приветствовать образованию прочения советских республик, бухарской, азербайджанской и армянской, восстановивших не только свою полную независимость, но и взявших власть в руки рабочих и крестьян. Эти республики являются доказательством и подтверждением того, что идеи и принципы советской власти доступны и немедленно осуществимы не только в странах в промышленном отношении и развитых, не только с такой социальной опорой, как пролетариат, но и с такой основой, как крестьянство. Идея крестьянских советов победила. Власть в руках крестьян обеспечена. В их руках земля, средства производства. Дружественные отношения крестьянско-советских республик с Российской социалистической республикой уже закреплены практическими результатами нашей политики. Мы можем приветствовать также предстоящее подписание договора с Персией, дружественные отношения с которой обеспечены в силу совпадения коренных интересов у всех народов, страдающих от гнета империализма. Договор об установлении дружественных отношений между РСФСР и Персией был подписан в Москве 26 февраля 1921 года вопреки препятствиям со стороны английских правящих кругов. Он был основан на принципах мирного сосуществования и сотрудничества государств, равенства, уважения, суверенитета, невмешательства во внутренние дела и взаимной выгоды. Этим договором отменялись все соглашения царской России с Персией и третьими державами, затрагивающие суверенные интересы иранского народа. Персии возвращались все концессии, полученные царским правительством на ее территории. Советское правительство отказалось от всяких прав на займы, предоставленные Персией царским правительством. Особое значение имели статьи, обязывающие обе страны не допускать образования или пребывания на своей территории организаций или групп, имеющих целью борьбу против России или Персии. Это был первый равноправный договор, заключенный Персией. Мы должны отметить также, что дружественные отношения у нас все более и более налаживаются и укрепляются с Афганистаном и еще более с Турцией. По отношению к последней державе, страны Антанты делали все с их стороны для того, чтобы сделать невозможными сколько-нибудь нормальные отношения между Турцией и западноевропейскими странами. Это обстоятельство в связи с упрочением советской власти все более и более обеспечивает то, что несмотря на все противодействие и все интриги буржуазии, несмотря на сохранение буржуазных стран вокруг России, союз и дружественные отношения России с угнетенными восточными нациями укрепляются, ибо главнейший во всей политике факт есть империалистическое насилие в отношении к народам, которые не имели счастья попасть в число победителей, и эта мировая политика империализма вызывает сближение, союз и дружбу всех угнетенных народов. Страница 133. И успех, которого мы достигли в этом отношении и на Западе, по отношению к государствам более европейзированным, показывает, что настоящие основы нашей внешней политики правильны, и что улучшение нашего международного положения стоит на прочной базе. Мы уверены, что при продолжении с нашей стороны политики миролюбия, при уступках, которые мы делаем, а мы должны их делать, чтобы избежать войны, несмотря на все интриги и замыслы империалистов, которые, конечно, смогут всегда поссорить то или иное государство с нами, несмотря на все это, основная линия нашей политики и основные интересы, вытекающие из самой сущности империалистической политики, берут свое и все более и более заставляют теснее связываться РСФСР с растущим вокруг нее числом соседних государств. А это залог того, что мы делу хозяйственного строительства сможем отдаться коренным образом, сможем работать спокойно, твердо и уверенно более продолжительное время. Я должен сказать также, что в настоящее время происходят переговоры с Англией о подписании торгового соглашения. К сожалению, эти переговоры затягиваются гораздо дольше, чем мы бы этого желали, но мы в этом отношении абсолютно не повинны. Еще в июле, когда английское правительство в момент наибольшего успеха советских войск официально нам предложило текст соглашения, обеспечивающего возможность торговых сношений, мы ответили полным согласием. Но с тех пор борьба течений в английском правительстве и английском государстве затормозила это дело. Мы видим колебания английского правительства, угрозы порвать совсем с нами сношения, немедленно послать флот на Петроград. Мы это видели. Но мы видели в то же время, как вся Англия покрывалась в ответ на эту угрозу комитетами действия. Страница 134. Мы видели, как наиболее крайние сторонники оппортунистического направления их вожди под давлением рабочих должны были стать на этот путь совершенно неконституционные политики, которую они сами осуждали вчера. Оказалось, что сила давления и сознательности трудящихся масс, вопреки всем меньшевистским предрассудкам, до сих пор господствовавшим в английском профессиональном движении, настолько проложила себе дорогу, что обламывала острие у воинственной политики империалистов. И сейчас, продолжая мирную политику, мы стоим на почве того июльского проекта, который предложен английским правительством. Мы готовы подписать торговое соглашение немедленно, а если оно до сих пор не подписано, то вина исключительно на тех течениях и веяниях в английских правящих кругах, которые хотят сорвать торговое соглашение, которые хотят, вопреки воле большинства не только рабочих, но даже вопреки воле большинства английской буржуазии, еще раз иметь развязанные руки для нападения на советскую Россию. Это их дело. Чем дольше такая политика будет продолжаться в некоторых влиятельных кругах Англии, в кругах финансового капитала и империалистов, тем больше она обостряет финансовое положение, тем больше она оттягивает полусоглашение, которое теперь необходимо между буржуазной Англией и Советской Республикой, тем больше она приближает империалистов к тому, что они должны и будут принять потом не полусоглашение, а полное соглашение. Товарищи, я должен сказать, что в связи с этим торговым соглашением с Англией стоит вопрос, который является одним из крупнейших в нашей экономической политике. Это вопрос о концессиях. К числу важнейших законов, которые были приняты советской властью за отчетное время, принадлежит закон 23 ноября текущего года о концессии. Вы все знакомы, конечно, с текстом этого закона. Вы все знаете, что мы теперь опубликовали дополнительные материалы, которые могли бы всем членам Съезда Советов дать наибольшее осведомление по этому вопросу. Страница 135-я Мы опубликовали отдельную брошюру не только с текстом этого декрета, но и перечень главнейших объектов концессии, именно продовольственных, лесных и горных. Мы приняли меры к тому, чтобы опубликование текста этого декрета как можно скорее попало в западноевропейские государства. И мы надеемся, что наша политика концессии будет успешна и с практической стороны. Мы нисколько от себя не скрываем опасностей, которые с этой политикой связаны в социалистической Советской Республике и при том в стране слабой и отсталой. Пока наша Советская Республика останется одинокой окраиной всего капиталистического мира, до тех пор думать о полной нашей экономической независимости и об исчезновении тех или иных опасностей было бы совершенно смешным фантазерством и утопизмом. Конечно, пока такие коренные противоположности остались, остаются и опасности, и от них никуда не убежишь. Нам надо только прочно стоять, чтобы их пережить, уметь отличать опасности большего значения от опасностей меньшего значения и предпочитать менее значительные большим. Недавно нам было сообщено, что на Арзамасском уездном съезде Советов Нижегородской губернии один беспартийный крестьянин по поводу концессии заявил «Товарищи, мы вас посылаем на Всероссийский съезд и заявляем, что мы, крестьяне, готовы еще три года голодать, холодать, нести повинности, только Россию-матушку на концессии не продавайте». Я чрезвычайно рад приветствовать такого рода настроения, которые распространены очень и очень широко. Я думаю, что именно показательно для нас то, что среди беспартийной трудящейся массы не только рабочих, но и крестьян созрел за три года тот политический и хозяйственный опыт, который позволяет и заставляет выше всего ценить освобождение от капиталистов, который заставляет относиться с тройной зоркостью и чрезвычайной подозрительностью ко всякому шагу, который несет за собой возможные новые опасности в смысле восстановления капитализма. Страница 136. Несомненно, к такого рода заявления мы прислушиваемся со всем вниманием, но мы должны сказать, что о продаже России капиталистам нет и речи, что речь идет о концессиях, причем каждый договор о концессиях обусловлен определенным сроком, определенным соглашением и обставлен всеми гарантиями, которые тщательно продуманы, которые еще не раз будут обдуманы и обсуждены вместе с вами на настоящем съезде и на всяких дальнейших совещаниях, и эти временные договоры не похожи на продажу, они не имеют ничего общего с продажей России, но они представляют из себя известную экономическую ступку капиталистам, с тем, чтобы таким путем получить нам возможность как можно скорее приобрести те необходимые машины и паровозы, без которых восстановление нашего хозяйства мы осуществить не можем. Мы не вправе пренебрегать ничем, что может хотя бы немного способствовать улучшению положения рабочих и крестьян. Нужно сделать максимум того, что возможно для быстрого восстановления торговых отношений, и они, эти переговоры, идут сейчас полулегально. Мы заказываем паровозы, машины далеко не в достаточном числе, но мы начали их заказывать. Если мы будем вести переговоры легально, то разовьем эти возможности в громадных размерах. При помощи промышленности мы добьемся того и притом в более короткий срок, но даже и при большом успехе этот срок измеряется годами, рядом лет. Надо помнить, что если мы сейчас одержали военную победу, получили мир, то, с другой стороны, история учит нас, что ни один крупный вопрос, ни одна революция не решались иначе, как в ряде войн. И этого урока мы не забудем. Сейчас мы целый ряд могучих держав отучили от войны с нами, но надолго ли мы ручаться не можем? Надо быть готовыми к тому, что при малейшем изменении положения империалистические хищники снова надо быть готовыми к этому. Поэтому прежде всего надо восстановить хозяйство, надо прочно поставить его на ноги. Без оборудования его, без машин из капиталистических стран сделать этого скоро нельзя, и не жалко при этом лишней прибыли для капиталистов, лишь бы добиться этого восстановления. Страница 137 Нужно, чтобы рабочие крестьяне были настроены так, как те беспартийные крестьяне, которые сказали, что они не боятся жертв и лишений. Сознавая опасность капиталистического вмешательства, они не смотрят на концессии с точки зрения сентиментальной, а видят в них продолжение войны с перенесением беспощадной борьбы лишь в другую плоскость, видят возможность новых попыток буржуазии восстановить старый капитализм. Это прекрасно. Это дает нам гарантию, что надзоры и охрана наших интересов будут делом не только органов советской власти, а каждого рабочего и крестьянина, и тогда мы уверены, мы сумеем поставить охрану наших интересов, даже при исполнении концессионных договоров, на такую базу, на которой о возвращении власти капиталистов не может быть и речи. И мы достигнем того, что эту опасность мы доведем до минимума, что она будет меньше, чем опасность войны, что это затруднит возобновление войны и облегчит нам возможность в более короткий срок, в меньшее число лет, речь идет о довольно долгом ряде лет, возродить и развить наше хозяйство. Товарищи, хозяйственные задачи, хозяйственный фронт выдвигается перед нами теперь опять и опять как самый главный и как основной. Рассматривая тот законодательный материал, о котором мне приходится делать отчет вам, я убедился, что громадное большинство мероприятий и постановлений и Совнаркома и Совета обороны состоит сейчас в частных детальных сплошь и рядом совершенно мелких мероприятиях, связанных с этой хозяйственной деятельностью. Вы, конечно, не ждете от меня перечни этих мероприятий, это было бы крайне скучно и совершенно неинтересно. Я хотел только напомнить, что мы уже далеко не первый раз возвращаемся к этому выдвижению трудового фронта на первое место. Вспомним резолюцию, которую вынес в ЦИК 29 апреля 1918 года. Смотри сочинение 5-е издания, том 36-й, страница с 277-й по 280-ю. Страница 138-я. Это была пора, когда навязанный нам Брестский мир разрезал Россию экономически, и мы оказались поставленными в чрезвычайно тяжелые условия непомерно хищническим договором. Тогда выяснилась возможность рассчитывать на передышку, дающую нам условия для восстановления мирной хозяйственной деятельности. И сейчас же, хотя мы теперь и знаем, что она была весьма кратковременно, в ЦИК, в резолюция 29-го апреля все внимание перенес на это хозяйственное строительство. Эта резолюция, которая не отменена и которая остается нашим законом, дает нам правильные перспективы для оценки того, как мы к этой задаче подходили, и на что теперь для нашей работы, для доведения ее до конца, надо обратить большее внимание. Из рассмотрения этой резолюции ясно, что многие из вопросов, над которыми нам приходится трудиться сейчас, поставлены были совершенно определенно, твердо и достаточно решительно еще в апреле 1918 года. Вспоминая это, мы говорим, повторение есть мать учения. И мы не смущаемся тем, что эти основные истины хозяйственного строительства мы сейчас повторяем. Мы будем повторять их еще много раз. Но посмотрите, какая разница между тем провозглашением отвлеченных принципов, которое сделано в 1918 году, и той хозяйственной работой, которая практически уже начата. И несмотря на гигантские трудности и постоянный срыв наших работ, мы подходим все ближе и конкретнее к практической постановке хозяйственных задач. Повторяться мы будем еще много и много раз. Без громадного числа повторений, без некоторого возвращения назад, без проверки, без отдельных исправлений, без новых приемов, без напряжения сил для убеждения отсталых и неподготовленных обойтись в строительстве нельзя. Сейчас весь гвоздь политического момента состоит в том, что мы переживаем как раз переломный, переходный период, некоторый зигзаг, период, когда от войны мы переходим к строительству хозяйственному. Это бывало и прежде, но не бывало в таких широких размерах. Это должно еще и еще раз напомнить нам, каковы общеполитические задачи советской власти, в чем состоит своеобразие этого перехода. Страница 139 Диктатура пролетариата была успешна, потому что умела соединять принуждения и убеждения. Диктатура пролетариата не боится принуждения и резкого решительного беспощадного выражения государственного принуждения, ибо передовой класс, более всего угнетавшийся капитализмом, имеет право осуществлять это принуждение, ибо он осуществляет его во имя интересов всех трудящихся и эксплуатируемых и обладает такими средствами принуждений и убеждений, которыми не располагал ни один из прежних классов, хотя у них и была несравненно большая материальная возможность пропаганды агитации, нежели у нас. если поставить вопрос об итоге нашего трехлетнего опыта, ибо трудно по некоторым коренным пунктам подводить итог одного года, если поставить себе вопрос, чем же в конечном счете объясняются наши победы над врагом, гораздо более сильным, то приходится ответить тем, что в организации Красной Армии были великолепно осуществлены последовательность и твердость пролетарского руководства в союзе рабочих и трудящегося крестьянства против всех эксплуататоров. Каким образом это могло произойти? Почему громадная масса крестьянства так охотно на это пошла? Потому что она была убеждена, будучи в подавляющей своей части беспартийной, что нет спасения иначе, как в поддержке советской власти. Том 42 страница 139 И она убедилась в этом, конечно, не из книжек, не из пропаганды, а из опыта. Ее убедил опыт гражданской войны, в частности, союз наших меньшевиков и эсеров, более родственной известным основным чертам мелкого крестьянского хозяйства. Опыт союза этих мелкособственнических партий с помещиками и капиталистами, а также опыт Колчака и Деникина убедил крестьянскую массу, что ничто среднее невозможно, что политика советской прямолинейности верна, что железное руководство пролетариата есть единственное средство, которое спасает крестьянина от эксплуатации насилия. И только потому, что мы могли убедить в этом крестьянина, только поэтому наша политика принуждения, основанная на этом прочном и безусловном убеждении, имела такой гигантский успех. Страница 140. Теперь мы должны помнить, что при переходе на трудовой фронт та же задача ставится перед нами в новой обстановке, в более широком масштабе. Но та же задача, которую мы имели перед собой, когда вели войны с белогвардейцами, когда мы видели такой энтузиазм и такое напряжение энергии рабочих крестьянских масс, которого в других государствах ни при каких войнах не было и быть не могло. Беспартийные крестьяне, подобно тому арзамасскому крестьянину, слова которого я недавно приводил, действительно из наблюдения и знакомства с жизнью вынесли убеждение в том, что эксплуататоры представляют из себя беспощадного врага и что нужна беспощадная власть, чтобы их подавить. И мы к сознательному отношению к войне и к активной помощи ей привлекли такую массу народа, как никогда раньше. Чтобы так поголовно сочувствовали войне, понимали ее партийные и беспартийные рабочие, беспартийные крестьяне, а крестьяне в массе своей беспартийны, этого ни при одном политическом режиме не было и в десятой доле, как при советской власти. В этом были основы того, почему мы в конце концов сильного врага победили. здесь оправдывается одно из самых глубоких положений марксизма, в то же время являющиеся самым простым и понятным. Чем больше размах, чем больше широта исторических действий, тем больше число людей, которые в этих действиях участвуют, и наоборот, чем глубже преобразование, которое мы хотим произвести, тем больше надо поднять интерес к нему и сознательное отношение, убедить в этой необходимости новые, новые миллионы и десятки миллионов. В последнем счете, потому наша революция, все остальные революции далеко оставила за собой, что она подняла через советскую власть к активному участию в государственном строительстве десятки миллионов тех, которые раньше оставались незаинтересованными в этом строительстве. Страница 141 Теперь подойдем с этой стороны к вопросу о новых задачах, которые перед нами стали, которые в десятках и сотнях отдельных постановлений советской власти за это время прошли перед вами, которые на девять десятых составляли работу Совета труда и обороны, об этом придется сказать дальше, и, вероятно, больше, чем половину работы Совнаркома. к вопросу о хозяйственных задачах, о создании единого хозяйственного плана, переорганизации самых основ экономики России, самых основ мелкого крестьянского хозяйства. Это задачи, требующие втягивания поголовно всех членов профсоюзов в это совершенно новое дело, которое при капитализме было им чуждо. Поставьте теперь вопрос, есть ли здесь то условие быстрой безоговорочной победы, которое создалось во время войны, то условие, которое состоит в вовлечении в работу масс. Убеждены ли они члены профсоюзов и большинство беспартийных в необходимости наших новых приемов, наших великих задач хозяйственного строительства? Убеждены ли они во всем этом так же, как были убеждены в необходимости все дать для войны, всем пожертвовать ради победы на фронте войны? Если так поставить вопрос, то вы должны будете ответить несомненно нет. Они далеко в этом не убеждены настолько, насколько это требуется. Война была делом, которое в течение сотен и тысяч лет было понятно и привычно. Старые акты помещичьего насилия и зверства стояли так наглядно, что убеждать было легко. И даже крестьянство наиболее хлебных окраин, наименее связанное с промышленностью, даже это крестьянство убедить было нетрудно в том, что мы ведем войну за интересы трудящихся, и таким образом вызвать почти поголовный энтузиазм. Труднее будет добиться того, чтобы крестьянские массы и члены профессиональных союзов поняли эти задачи сейчас, чтобы они поняли, что по-старому жить нельзя, что как-то не укоренилась десятилетиями капиталистическая эксплуатация, надо ее преодолеть, надо добиться, чтобы все поняли, что нам принадлежит Россия, что мы рабочие и крестьянские массы, своей деятельностью, своей строгой трудовой дисциплиной, только мы можем пересоздать старые экономические условия существования и провести в жизнь великий хозяйственный план. Вне этого спасения нет. Страница 142 Мы отстаем и будем отставать от капиталистических держав. Мы будем побиты, если мы не добьемся восстановления нашего хозяйства. Вот почему старые истины, которые я вам только что напомнил, старые истины о важности организационных задач, о трудовой дисциплине, о неизмеримой огромной роли профессиональных союзов, которые совершенно исключительно в этом отношении, ибо другой организации, объединяющей широкие массы, нет. Эти старые истины мы не только должны повторять, но мы должны со всей силой осознать, что наступил переход от военных задач к задачам хозяйственным. Мы имели полный успех в военной области, и теперь мы должны подготовить такой же успех для задач более трудных, требующих энтузиазма и самотверженности от огромного большинства рабочих и крестьян. Надо убедить в новых задачах сотни миллионов людей, живших из поколения в поколение в рабстве и угнетении, в подавлении всякой самодеятельности. Миллионы рабочих, состоящих в профсоюзах, но несознательных еще политически, не привыкших видеть себя хозяевами. Надо их организовать не для сопротивления власти, а для поддержки, для развития мероприятий своей рабочей власти, для проведения их до конца. Этот переход связан с трудностями. Это не новая задача с точки зрения простой формулировки, но эта задача новая, поскольку теперь хозяйственная задача ставится впервые в массовом масштабе, и мы должны сознать и помнить, что война на хозяйственном фронте будет более трудной и более долгой. Чтобы победить на этом фронте, надо будет большее число рабочих и крестьян сделать самодеятельными, активными и преданными. И это можно сделать, за это говорит опыт хозяйственного строительства, приобретенный нами, потому что сознание бедствия, холода, голода и всяческих лишений, в связи с недостатком производительных сил, глубоко коренится в массе. Страница 143 Нам надо направить сейчас внимание на то, чтобы от интересов политических и военных всю агитацию и пропаганду перевести на рельсы хозяйственного строительства. Мы много раз это провозглашали, но еще недостаточно. И я думаю, что из числа тех мероприятий, которые за этот год советская власть осуществила, особенно выделяется создание Центрального Бюро Производственной Пропаганды при ВЦСПС, объединение его с работой главполитпросвета, создание добавочных газет, построенных по производственному плану, не только с перенесением внимания на производственную пропаганду, но и организация ее в общегосударственном масштабе. Всероссийское бюро производственной пропаганды при ВЦСПС было учреждено по решению пленума ЦК РКПБ 8 декабря 1920 года. В его состав входили представители от ЦК РКПБ, ВЦСПС, ВСНХ, Главполитпросвета, Главпрофобра и Наркомзема. 21 января 1921 года Оргбюро ЦК РКПБ утвердило положение о бюро, которое определяло цели и задачи органов производственной пропаганды в центре и на местах и в структуру. На Всероссийское бюро возлагалась разработка общего плана работы, руководства и контроль за проведением производственной агитации и пропаганды различными органами и учреждениями. Необходимость организации ее в общегосударственном масштабе вытекает из всех особенностей политического момента. Необходимо это и для рабочего класса, и для профессиональных союзов и для крестьянства. Это есть самая громаднейшая необходимость нашего государственного аппарата, который нами использован далеко недостаточно для этой цели. У нас знание того, как нужно вести промышленность, как нужно заинтересовывать массы. Книжных знаний об этом в тысячу раз больше, чем применение этих знаний на практике. Нам нужно добиться того, чтобы поголовно все члены профсоюзов были заинтересованы в производстве и чтобы они помнили, что только увеличивая производство, повышая производительность труда, Советская Россия в состоянии будет победить. И только таким путем Советская Россия на 10 лет сократит те ужасные условия, в которых она находится, тот голод и холод, которые она теперь переживает. Не поняв этой задачи. Мы можем погибнуть все, потому что при слабости нашего аппарата мы должны будем отступать, так как капиталисты в любое время могут возобновить войну после того, как они немного отдохнут, а мы не в состоянии будем тогда продолжать эту войну. Мы не в состоянии будем тогда проявить нажим наших миллионных масс, и в этой последней войне мы будем разбиты. Вопрос стоит именно так. Долгий ряд войн до сих пор решал судьбу всех революций, всех величайших революций. Такой величайшей революцией является и наша революция. Страница 144 Мы кончили одну полосу войн. Мы должны готовиться ко второй. Но когда она придет, мы не знаем. И нужно сделать так, чтобы тогда, когда она придет, мы могли быть на высоте. Вот почему мы не должны отказываться от мер принуждения, а не только потому, что мы сохраняем пролетарскую диктатуру, которую уже поняли и массы крестьянства, и беспартийные рабочие, которые все знают о нашей диктатуре пролетариата, и она им не страшна, она их не пугает. Они в ней видят опору и твердость, то есть то, что они могут противопоставить помещикам и капиталистам, и без чего победить нельзя. Это сознание, это убеждение, которое уже внедрилось в плоти кровь крестьянской массы по отношению к задачам военным и политическим, надо еще перевести на задачи хозяйственные. Этот переход сразу, может быть, не удастся. Он, может быть, без некоторых колебаний и рецидивов, старой расхлябанности, мелкобуржуазной идеологии не пройдет. Надо еще с большим напряжением и усердием и усердием за эту работу взяться, памятуя, что мы беспартийных крестьян и малосознательных членов профессиональных союзов убедим, ибо правда на нашей стороне, ибо опровергнуть то, что во второй полосе войн мы своих врагов без восстановления хозяйственной жизни не победим, нельзя. Давайте только добьемся, чтобы многие миллионы сознательнее отнеслись к войне на хозяйственном фронте. В этом задача Центрального Бюро Производственной Пропаганды, в этом задача ВЦСПС, в этом задача всех партийных работников, в этом задача всех и всяких аппаратов советской власти, в этом задача всей нашей пропаганды, которой мы достигли наших мировых успехов, ибо наша пропаганда во всем мире всегда говорила и говорит рабочим и крестьянам правду, а всякая другая пропаганда говорит им ложь. Нашу пропаганду нам надо перевести теперь на то, что гораздо труднее, на то, что касается повседневной работы рабочих в мастерской, как бы ни были тяжелы условия этой работы, и как бы ни были сильны воспоминания вчерашнего капиталистического строя, воспитывающего недоверие к власти со стороны рабочих и крестьян. Страница 145 Надо и рабочих, и крестьян убедить в том, что без нового сочетания сил, без новых форм государственного объединения, без новых форм, связанных с этим принуждением, мы из того болота, из той пропасти хозяйственного развала, на краю которой мы стоим, не выйдем, а мы из этого выходить уже начали. Я перейду, товарищи, к некоторым данным нашей хозяйственной политики и к нашим хозяйственным задачам, которые, мне кажется, дают характеристику теперешнего политического момента и всего того перехода, который перед нами стоит. Я прежде всего должен назвать наш аграрный проект, законопроект Совета народных комиссаров об укреплении и развитии сельскохозяйственного производства и помощи к крестьянскому хозяйству. Законопроект, который напечатан 14 декабря текущего года и об основах которого все местные работники оповещены были еще раньше специальным радио, освещавшим самую суть этого законопроекта. Нужно сразу поставить дело так, чтобы этот законопроект, исходя из местного опыта, а он из него исходит, на местах это уже почувствовали, подвергнут был на съезде самому тщательному обсуждению, так же, как и среди представителей местных исполкомов и отделов исполкомов. Наверное, не встретится теперь уже ни одного товарища, который сомневался бы в необходимости специальных и особенно энергичных мер помощи не только в смысле поощрения, но и в смысле принуждения, чтобы земледельческое производство поднять. Мы были и остались страной мелкокрестьянской, и переход к коммунизму нам неизмеримо труднее, чем при всяких других условиях. Для того, чтобы этот переход совершился, нужно участие самих крестьян в десять раз больше, чем в войне. Война могла и должна была требовать часть взрослого мужского населения. Но наша страна, крестьянская, истощенная и сейчас, должна мобилизовать поголовно все мужское и женское население рабочих и крестьян. Убедить нас, коммунистов, работников, земотделов, в том, что нужна государственная повинность, нетрудно. В этом, я надеюсь, не тени принципиальных разногласий здесь, при обсуждении представленного на ваше рассмотрение законопроекта 14 декабря, не будет. Страница 146 Надо понять другую трудность. Убедить беспартийных крестьян. Крестьяне социалистами не являются. И строить наши социалистические планы так, как если бы они были социалистами, значит, строить на песке, значит, не понимать наших задач, значит, не научиться за три года соразмерять наши программы и проводить наши начинания в соответствии с той нищей, подчас убогой действительностью, в которой мы находимся. Тут надо ясно представлять задачи, которые перед нами стоят. Первая задача — это объединить работников-коммунистов земельных отделов, обобщить их опыт, уловить то, что на месте сделано, и внести это в те законопроекты, которые будут издаваться в центре от имени государственных учреждений, от имени Всероссийского съезда советов. И мы надеемся, что мы это с вами сделаем. Но это лишь первый шаг. А второй шаг — убедить беспартийных крестьян. Именно беспартийных, потому что они масса, и потому что сделать то, что мы сделать в состоянии можно только увеличением в этой массе, которая сама по себе активна, самодеятельна, сознание необходимости взяться за это дело. Нельзя жить крестьянскому хозяйству по-старому. Если мы из первой полосы войн могли выйти, то из второй полосы войн мы не выйдем так легко, и поэтому необходимо на эту сторону обратить особое внимание. Надо, чтобы эту несомненную истину каждый беспартийный крестьянин понял. И мы уверены, что он ее поймет. Он пережил все эти шесть лет мучительных и тяжелых недаром. Он не похож на довоенного мужика, он тяжело страдал, он много размышлял и много перенес таких политических и экономических тягот, которые заставили его забыть многое старое. Мне думается, что он сам уже понимает, что по-старому жить нельзя, что надо жить по-иному. И мы должны все наши средства пропаганды, все наши государственные возможности, все наше образование, все наши партийные средства и силы, все это ударным порядком направить на то, чтобы убедить беспартийного крестьянина. И только тогда под наш аграрный законопроект который вы, я надеюсь, единогласно примете, примите его, конечно, с надлежащими исправлениями и добавлениями, нами будет подведена настоящая база. Страница 147 Он только тогда будет прочен, как прочна наша политика, когда мы большинство крестьян убедим и привлечем к этому делу, потому что, как справедливо сказал товарищ Кураев в одной статье на основании опыта Татарской Республики, трудящиеся середняк и бедняк друзья советской власти, лодыри же ее враги. Вот настоящая истина, в которой нет ничего социалистического, но которая так бесспорно и очевидна, что на любом сельском сходе, на любом собрании беспартийных крестьян она пройдет в сознание и станет убеждением подавляющего большинства крестьянского трудящегося населения. Кураев 1892 1938 годы Член партии с 1914 года Партийную работу вел в Петрограде и Пензе, а также среди солдат во время мировой империалистической войны. Один из организаторов Пензенского совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов в 1917 году. После Октябрьской социалистической революции председатель исполкома Пензенского губернского совета, секретарь Пензенского губкома партии. В 1918 году принимал активное участие в разгроме чехословацкого контрреволюционного мятежа. Затем был на военно-политической работе в Красной Армии. С марта 1920 года член коллегии наркомата земледелия, член президиума ВСНХ, затем на руководящей работе Товарищи, вот что мне хочется более всего подчеркнуть вам сейчас, когда мы от полосы войн повернули к хозяйственному строительству. В стране мелкого крестьянства наша главная и основная задача суметь перейти к государственному принуждению, чтобы крестьянское хозяйство поднять, начиная с мер самых необходимых, неотложных, вполне доступных крестьянину, вполне ему понятных, и суметь достигнуть этого можно только тогда, когда мы сумеем убедить новые миллионы к нему неподготовленные. На это надо двинуть все силы и позаботиться о том, чтобы аппарат принуждения, оживленный, укрепленный, был базирован и развернут для нового размаха убеждения, и тогда мы эту военную кампанию окончим победой, сейчас начинается военная кампания против остатков косности, темноты и недоверия среди крестьянских масс. Старыми мерами тут не победишь, мерами же пропаганды, агитации организованного воздействия, которому мы научились. мы одержим победу и добьемся того, что не только декреты были приняты, чтобы учреждения были созданы, чтобы бумага заработала. Этого мало, что приказы полетят, а надо, чтобы к весне все было засеяно лучше, чем прежде, чтобы было известно улучшение в хозяйстве мелкого крестьянина, пусть самое элементарное, чем осторожнее, тем лучше, но во что бы то ни стало, оно в массовом размере должно быть проведено. Страница 148 Если задачу нашу мы правильно поймем и обратим на беспартийного крестьянина все внимание, сосредоточим на этом все искусство, весь опыт, приобретенный за три года, тогда мы победим. Без такой победы, без практического массового улучшения хозяйства мелкого крестьянина нам спасения нет. Без этой базы невозможно никакое хозяйственное строительство и какие бы то ни было великие планы ничто. Пусть товарищи об этом помнят и внушают это крестьянам, пусть скажут арзамасским беспартийным крестьянам, имя которым 10-15 миллионов, что голодать и холодать бесконечно нельзя, ибо нас в следующей полосе войн свергнут. Это интерес государственный, интерес нашего государства. Кто проявляет здесь малейшую слабость, малейшую расхлябанность, тот величайший преступник против рабочей крестьянской власти, тот помогает помещику и капиталисту, а помещик и капиталист держат близко свою армию, она у них наготове, чтобы броситься на нас, как только заметят, что мы слабеем. И нет средств, чтобы усилиться, кроме как поднять нашу главную опору, земледелие и городскую промышленность. А ее поднять иначе нельзя, как убедив в этом беспартийного крестьянина, мобилизуя все силы на помощь ему, оказав ему эту помощь на деле. Мы признаем себя перед крестьянином должником. Мы брали у него хлеб за денежные знаки. Мы брали у него в долг. Мы должны этот долг вернуть, и мы его вернем, восстановив нашу промышленность. Но чтобы ее восстановить, нужны излишки сельскохозяйственного производства. Вот почему наш аграрный законопроект имеет не только то значение, что нам надо добиться практических целей, а еще и то, что около него, как около фокуса, группируются сотни постановлений законопроектов советской власти. Теперь я перейду к тому, как складывается у нас сейчас база для нашего промышленного строительства, для того, чтобы нам начать воссоздание хозяйственных сил России. Страница 149-я И здесь я должен прежде всего обратить ваше внимание из той груды отчетов, которые вы получили или на днях получите во всех комиссариатах, на одно место в отчете нашего комиссариата продовольствия. Каждый комиссариат даст вам в ближайшие дни груды фактических отчетных материалов, которые в своей совокупности подавляют свои мобилия, но надо из них выделить то, что наиболее существенно, для того, чтобы добиться успеха, как бы он ни был скромен, то, что является основным для проведения всего нашего хозяйственного плана, для того, чтобы восстановить наше народное хозяйство и нашу промышленность. И вот одна из таких баз – это состояние наших продовольственных заготовок. В этой книжечке, которая вам роздана, отчет за три года компрода, есть табличка, из которой я прочту только итоговые цифры, да и то с округлением, потому что цифры читать и особенно слушать трудно. Это цифры итогов заготовок по годам. С 1 августа 1916 по 1 августа 1917 года заготовлено 320 миллионов пудов. Следующий год 50, потом 100 и 200 миллионов пудов. Эти цифры 320, 50, 100 и 200 дают основу хозяйственной истории советской власти, работы советской власти в хозяйственной области, подготовку того фундамента, овладев которым мы начинаем настоящим образом наше строительство. 320 миллионов пудов до революции вот приблизительный минимум, без которого строить нельзя. Первый год революции при 50 миллионах голод, холод, нищета в сильной степени. Второй год 100 миллионов, третий год 200 миллионов, удвоение каждый год. По сведениям, которые вчера дал мне Свидерский, к 15 декабря имеется 155 миллионов. Свидерский 1878 1933 видный советский государственный деятель, член РСДРП с 1899 года, большевик. Партийную работу вел в Петербурге, Самаре, Уфе, подвергался арестам и ссылке. В 1917 году редактор большевистской газеты «Вперед», выходивший в Уфе, затем председатель Уфимского Совета рабочих и солдатских депутатов. После Октябрьской Социалистической Революции член Коллегии Народного Комиссариата Продовольствия, член Коллегии РКИ. С 1923 по 1928 год заместитель Народного Комиссара Земледелия РСФСР. С 1929 года полпред СССР в Латвии. Мы в первый раз становимся на ноги с необыкновенным напряжением, с неслыханными трудностями, имея часто задачу обеспечить продовольствием без Сибири, без Кавказа и без Юга. Теперь, дав уже свыше полутора ста миллионов, мы без преувеличения можем сказать, что при всей громадной трудности эту задачу все-таки решили. Фондом приблизительно в триста миллионов располагать мы будем. Может быть и больше. А без такого фонда невозможно восстановить промышленность страны, невозможно думать о возрождении транспорта, невозможно даже подходить к великим задачам электрификации России. Страница 150 Никакая социалистическая страна невозможно как государство рабочей крестьянской власти, если она не может совместными усилиями рабочих и крестьян собрать такой продовольственный фонд, чтобы обеспечить пропитание рабочих, занятых промышленностью, чтобы иметь возможность десятки и сотни тысяч рабочих двинуть туда, куда надо советской власти. Без этого будут только разговоры. Настоящие основы хозяйства это продовольственный фонд. И здесь успех достигнут громадный. Исходя из этих успехов, имея этот фонд, мы можем приступить к восстановлению народного хозяйства. Мы знаем, что эти успехи достигнуты ценой громадных лишений, голода и бескормиться в крестьянстве, которые могут еще усилиться. Мы знаем, что засушливый год обострил бедствие и лишение крестьян неслыханно. Мы поэтому меры помощи, которые в законопроекте мной указанном изложены, выдвигаем на первую очередь. Мы рассматриваем этот продовольственный фонд как фонд восстановления промышленности, как фонд помощи крестьянству. Не имея его государственная власть ничто. Без такого фонда социалистическая политика останется только по желанию. И мы должны помнить, что к производственной пропаганде, которую мы твердо решили проводить, присоединяется еще способ воздействия иного рода. Это примирование натуры. И одним из крупнейших декретов и постановлений Совнаркома и Совета обороны был закон о натуральном примировании. Нам далеко не сразу удалось его издать. С апреля, если вы посмотрите, идет целая длинная цепь решений и постановлений. И только тогда он был издан, когда громадными усилиями нашего транспорта нам удалось создать полумиллионный продовольственный фонд. Полмиллиона пудов очень скромная цифра. Те отчеты, которые вы вчера, наверное, прочитали в известиях, показывают, что из этих пятисот тысяч пудов сто семьдесят тысяч уже израсходованы. Страница сто пятьдесят первая. Фонд, как вы видите, неприглядный, далеко недостаточный, но все-таки мы вступили на тот путь, по которому пойдем дальше. Это доказательство того, что мы не только убеждением перейдем к новым приемам работы. Мало говорить крестьянам и рабочим напрягайте трудовую дисциплину. Надо, кроме того, им помочь. Надо вознаградить тех, которые после неизмеримых бедствий продолжают проявлять героизм на трудовом фронте. Фонд у нас создан, но пускается он в дело еще далеко не удовлетворительно. У нас в Совнаркоме имеется целый ряд указаний, что на практике примирование натуры означает часто простую прибавку к заработной плате. Тут надо еще много подработать. И рядом с совещаниями и дополнительными проектами в центре должна идти самая важная работа. Это работа на местах и среди широких масс. Понять, что государство не только убеждает, но и вознаграждает хороших работников лучшими условиями жизни нетрудно. И чтобы понять это, не нужно быть социалистом. И тут мы заранее обеспечены сочувствием беспартийных рабочих и крестьянских масс. Нам надо лишь шире эту мысль распространить и практичнее поставить на местах эту работу. Если мы перейдем теперь к топливу, то из тезисов товарища Рыкова вы увидите цифры, в которых выражается достигнутое улучшение, улучшение не только с дровами, но и с нефтью. Теперь при громадном энтузиазме, который проявляют рабочие в Азербайджанской республике, при дружественных отношениях, которые у нас установились, при умелых руководителях данных с Овнархозом, дело с нефтью идет хорошо, и мы начинаем становиться на собственные ноги и с топливом. Получение донецкого угля с 25 миллионов пудов в месяц мы повышаем до 50 миллионов, благодаря работе полномочной комиссии, которая послана в Донбасс под председательством товарища Троцкого, и в которой было принято решение, чтобы ответственных и опытных работников направить туда на работу. Сейчас туда послан для руководства Пятаков. Пятаков 1890-1937 годы В большевистской партии состоял с 1910 года. Партийную работу вел на Украине и за границей. Сотрудничал в журнале «Коммунист». В 1915-1917 годах занимал антиленинскую позицию по вопросу о праве наций на самоопределение и другим важнейшим вопросам политики партии. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года председатель киевского комитета РСДРПБ и член исполкома Киевского совета рабочих депутатов. Выступал против курса партии на социалистическую революцию. После октябрьской социалистической революции входил в советское правительство Украины. С 1920-го года находился на хозяйственной и советской работе. заместитель председателя Госплана и ВСНХ торгпред во Франции председатель правления Госбанка СССР заместитель Наркома тяжелой промышленности на 12-м 13-м 14-м и 16-м съездах партии был избран членом ЦК. Рыков 1881 1938 годы В большевистской партии состоял с 1899 года. Партийную работу вел в ряде городов России. На третьем съезде РСДРП был избран членом ЦК партии. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года выступал против ленинского курса партии на социалистическую революцию. После октябрьской социалистической революции нарком по внутренним делам. Председатель ВСНХ, заместитель председателя Совета народных комиссаров и Совета труда и обороны, председатель Совнаркома СССР и РСФСР, был членом политбюро ЦК, неоднократно выступал против ленинской политики партии, в ноябре 1917 года был сторонником создания коалиционного правительства с участием меньшевиков и эсеров и заявив о несогласии с политикой партии, вышел из ЦК из правительства. Троцкий Настоящая фамилия Бронштейн 1879 1940 годы Член РСДРП с 1897 года Меньшевик В годы реакции нового революционного подъема, прикрываясь нефракционностью, фактически стоял на позициях ликвидаторов. В 1912 году был организатором антипартийного августовского блока. В период мировой империалистической войны занимал центристскую позицию. Вернувшись после февральской буржуазно-демократической революции 1917 года из-за миграции, вошел в группу межрайонцев и вместе с ними на шестом съезде РСДРПБ был принят большевистскую партию. Однако Троцкий не перешел на позиции большевизма и вел скрытую и открытую борьбу против ленинизма, против политики партии. После Октябрьской социалистической революции нарком по иностранным делам, нарком по военным и морским делам, председатель Реввоенсовета республики, был членом Политбюро ЦК и членом исполкома Коминтерна. В 1918 году был противником заключения Брестского мира. В 1920 – 21 годах возглавлял оппозицию в профсоюзной дискуссии. С 1923 года вел ожесточенную фракционную борьбу против генеральной линии партии, против ленинской программы построения социализма, отстаивал капитулянскую теорию о невозможности победы социализма в СССР. Коммунистическая партия, разоблачив троцкизм как мелкобуржуазный уклон партии, разгромила его идейно и организационно. В 1927 году Троцкий был исключен из партии, в 1929 году за антисоветскую деятельность выслан из СССР и в 1932 году лишен советского гражданства. Находясь за границей, Троцкий, будучи злейшим врагом ленинизма, продолжал борьбу против советского государства и коммунистической партии, против международного коммунистического движения. Страница 152 2 Таким образом, нами в отношении топлива, чтобы добиться успеха, предприняты некоторые меры. Донецкий бассейн, одна из крупнейших баз, уже в нашем распоряжении. Мы можем найти в протоколах Совнаркома и Совета обороны постановления, касающиеся Донбасса. В них речь идет о посылке на места высших авторитетных комиссий, которые объединяют представителей центральной власти и работников на местах. Нам необходимо добиться подтягивания работы на местах и мне кажется, что вот этим комиссиям удастся этого подтягивания добиться. Вы увидите результаты работы этих комиссий, которые будут нами и в дальнейшем также организовываться. Нам необходим известный нажим на главную отрасль нашей промышленности на топливо. Я должен сказать, что в области топлива мы имеем один из крупнейших успехов в виде гидравлического способа добывания торфа. Торф это то топливо, которого у нас очень и очень много, но использовать которое мы не могли в силу того, что нам приходилось до сих пор работать в невыносимых условиях. И вот этот новый способ поможет нам выйти из того топливного голода, который является одной из грозных опасностей на нашем хозяйственном фронте. Мы долгие годы не в состоянии будем выйти из этого тупика, если у нас останется старое хозяйничанье, если у нас не будет восстановлена промышленность и транспорт. Работники нашего торфяного комитета помогли двум русским инженерам довести до конца это новое изобретение, и они добились того, что этот новый способ скоро близок к довершению. Итак, мы накануне Великой Революции, которая даст нам в хозяйственном отношении большую опору. Не надо забывать, что мы имеем необъятные богатства торфа, но мы не можем их использовать, потому что мы не можем посылать людей на эту каторжную работу. Капиталистический строй мог посылать людей на каторжные работы. При капиталистическом государстве люди шли туда работать из-за голода, а при социалистическом государстве на эти каторжные работы мы посылать не можем, а добровольно никто не пойдет. Капиталистический строй все делал для верхов, он о низах не заботился. Страница 153 Нужно всюду больше вводить машин. Переходить к применению машинной техники возможно шире. Добывание торфа гидравлическим способом, которое так успешно двинуто вперед в СНХ, открывает возможность добывания топлива в огромном количестве и устраняет необходимость привлечения обученных рабочих, так как при таком способе могут работать и не обученные рабочие. Мы эти машины произвели. Я лично советовал бы товарищам делегатам посмотреть кинематографическое изображение работ по добыванию торфа, которое в Москве было показано и может быть продемонстрировано для делегатов съезда. Оно даст конкретное представление о том, где одна из основ победы над топливным голодом. Мы изготовили машины, которые употребляются при новом способе, но изготовили их плохо. Командировки за границу при налаживающемся товарообмене за границей, при хотя бы полулегально существующих торговых отношениях, помогут нам эти же машины, нашими изобретателями составленные, получить исполненными великолепно. и числом этих машин успехом работы главного торфяного комитета и ВСНХ в этой области будут измеряться все наши хозяйственные успехи, ибо без победы над топливным голодом победы на хозяйственном фронте одержать нельзя. С этим связаны также жизненнейшие успехи в области восстановления топлива. Вы видели уже, между прочим, из тезисов товарищей Емшанова и Троцкого, что здесь в этой области мы имеем дело с настоящим планом на много лет разработанным. Приказ номер 1042 был рассчитан на 5 лет. И в 5 лет мы наш транспорт восстановить можем, число больных паровозов уменьшить можем, и, пожалуй, как самое трудное, я хотел бы подчеркнуть указание в 9 тезисе на то, что мы этот срок уже сократили. Приказ номер 1042 был издан главным управлением путей сообщения 22 мая 1920 года. В нем шла речь о восстановлении паровозов, разрушенных во время империалистической и гражданской войн. Приказ устанавливал срок 4,5 года, начиная с 1 июля 1920 года, в течение которого процент паровозов, находящихся в ремонте, должен был быть снижен с 60 до 20. Емшанов 1891 годы, 1891 годы, член партии с 1917 года, работник железнодорожного транспорта. годах. В 1917 1921 годах работал председателем Дорожного комитета Союза Управления Пермской железной дороги, затем начальником этой дороги. В 1920 1921 годах нарком путей сообщения. В 1921 1922 годах заместитель наркома путей сообщения. В дальнейшем работал в системе НКПС. И вот когда появляются большие планы на много лет рассчитанные, находятся нередко скептики, которые говорят, где уж там нам на много лет рассчитывать, дай Бог и сделайте то, что нужно сейчас. Товарищи, нужно уметь соединять и то, и другое. Нельзя работать, не имея плана, рассчитанного на длительный период и на серьезный успех. Что это на деле так, показывает несомненное улучшение работы транспорта. Страница 154 Я обращаю ваше внимание на то место в девятом тезисе, где говорится, что срок был пять лет для восстановления транспорта, но он уже сокращен, потому что мы работаем выше нормы, срок определяется в три с половиной года. Так нужно работать и в остальных хозяйственных отраслях. И к этому все больше и больше сводится практическая, реальная задача Совета Труда и Обороны. Следя за опытами науки и практики, на местах нужно стремиться неуклонно к тому, чтобы план выполнялся скорее, чем он назначен, для того, чтобы массы видели, что тот долгий период, который нас отделяет от полного восстановления промышленности, опыт может сократить. Это зависит от нас. Давайте в каждой мастерской, в каждом депо, в каждой области улучшать хозяйство, и тогда мы срок сократим, и мы его сокращаем. Не бойтесь планов, рассчитываемых на долгий ряд лет. Без них хозяйственного возрождения не построишь, и давайте на местах налегать на их выполнение. Необходимо, чтобы хозяйственные планы выполнялись по определенной программе, и чтобы рост выполнения этой программы отмечался и поощрялся. Массы должны не только знать, но и чувствовать, что сокращение периода голода, холода и нищеты всецело зависит от скорейшего выполнения наших хозяйственных планов. Все планы отдельных отраслей производства должны быть строго координированы, связаны и вместе составлять тот единый хозяйственный план, в котором мы так нуждаемся. В связи с этим пред нами стоит задача объединения экономических наркоматов в единый экономический центр. К этой задаче мы подошли и мы внесли на ваше рассмотрение постановление Совнаркома и Совета Труда и Обороны о реорганизации последнего учреждения. Вы рассмотрите этот проект и я надеюсь, что он с необходимыми исправлениями будет принят единогласно. Он очень скромный по своему содержанию, но он имеет немалое значение, потому что нам нужен орган, более твердо знающий свое положение и объединяющий всю хозяйственную работу, выдвигаемую на первый план. Страница 155-я К этой же задаче подошел в пресс-съездовской литературе товарищ Гусев в своей брошюре, которая, кстати, сказать, не так удачно, как была удачна его предыдущая брошюра. Речь идет о брошюре Гусева «Единый хозяйственный план и единый хозяйственный аппарат», выпущенный к 8-му Всероссийскому съезду Советов. Его предыдущая брошюра «Очередные вопросы хозяйственного строительства о тезисах ЦК РКП» была издана к 9-му съезду партии, о ней Ленин дал положительный отзыв в своем докладе на 9-м съезде партии 29-го марта 1920-го года. Смотри сочинение 5-е издание том 40-й страницы 256-я 257-я В этой брошюре был размашистый план образования Совета Труда и Обороны с переходом туда многих видных работников. В том числе мы находим тут имена Троцкого и Рыкова. Я бы сказал поменьше такого фантазерства. Выскочить из аппарата, который создан в течение трех лет, мы не можем. Мы знаем его громадные недостатки. Мы подробно будем говорить о них на этом съезде. Этот вопрос поставлен в порядок дня как один из главнейших вопросов. Я имею в виду вопрос об улучшении советского аппарата. Но мы должны работать сейчас с осторожностью в меру необходимости на основании практического опыта, изменяя наш аппарат. Товарищ Гусев высмеивает предлагаемый нами проект и говорит, что к Совету Труда и Обороны мы предлагаем прибавить нарком зем. Правильно. Мы такой проект и предлагаем. В проекте мы уделяем очень скромное место Совету Труда и Обороны в виде комиссии Труда и Обороны при Совнаркоме. До сих пор мы работали в Совете Труда и Обороны без всякой Конституции. Рамки ведения Совнаркома и Совета Труда и Обороны были плохо определены. Иногда мы выходили за пределы и поступали как законодательное учреждение. Но на этой почве ни разу не было конфликтов. Мы решали эти случаи немедленным перенесением их в Совнарком. Когда выяснилась необходимость из Совета Труда и Обороны создать орган, более объединяющий хозяйственную политику, то перед нами был поставлен вопрос, как в законодательном порядке определить эти отношения. Два плана стоят перед нами. Во-первых, разграничение круга ведения Совнаркома и Совета Труда и Обороны. Но чтобы провести это, надо занять много кодификаторских сил, извести массу бумаги, и все-таки это не даст гарантий, что мы избегнем ошибки. Страница 156. Пойдем иным путем. Совет Труда и Обороны считался чем-то чуть ли неравным Совнаркому. Откажемся от этой мысли. Пусть это будет комиссия при Совнаркоме. Мы устраним массу трений и выиграем близость фактического осуществления. Если недоволен какой-либо член Совнаркома, подавайте в Совнарком, ведь его можно созвать в несколько часов. Мы устраним этим трение между ведомствами и сделаем из Совета Труда и Обороны орган, работающий быстро. Том 42 Страница 156 Эта задача нелегкая. Она связана с действительным созданием единого хозяйственного плана. Задача, для которой мы все-таки немного поработали и которая в течение двух лет подготовлялась, заключается в том, чтобы достигнуть объединение экономических наркоматов. Вот почему я обращаю ваше внимание на этот законопроект о Совете Труда и Обороны и надеюсь, что с необходимыми дополнениями вы его утвердите, и тогда работа по объединению экономических наркоматов пойдет глаже, быстрее, тверже и решительнее. Я остановлюсь на последнем пункте, на вопросе об электрификации, который поставлен в порядок дня съезда как особый вопрос, и вам предстоит выслушать доклад по этому вопросу. Я думаю, что мы здесь присутствуем при весьма крупном переломе, который во всяком случае свидетельствует о начале больших успехов советской власти. На трибуне всероссийских съездов будут впредь появляться не только политики и администраторы, но и инженеры и агрономы. Это начало самой счастливой эпохи, когда политики будут становиться все меньше и меньше, а политики будут говорить реже и не так длинно, а больше будут говорить инженеры и агрономы. Чтобы настоящим образом перейти к делу хозяйственного строительства, надо этот обычай начать с всероссийского съезда советов и провести сверху донизу по всем советам и организациям, по всем газетам, по всем органам пропаганды и агитации, по всем учреждениям. Политики мы, несомненно, научились, здесь нас не собьешь, тут у нас база имеется, а с хозяйством дело обстоит плохо. Страница 157-я самая лучшая политика отныне поменьше политики. Двигайте больше инженеров и агрономов, у них учитесь, их работу проверяйте, превращайте съезды и совещания не в органы митингования, а в органы проверки хозяйственных успехов, в органы, где мы могли бы настоящим образом учиться хозяйственному строительству. Вы услышите доклад Государственной комиссии по электрификации, которая создана постановлением в ЦИК от 7 февраля 1920 года. 21 февраля президиум ВСНХ подписал окончательное постановление о составе этой комиссии и целый ряд лучших специалистов и работников ВСНХ, первую голову, в числе свыше СТА, целиком отдались этому делу с присоединением лучших сил Нарком Пути и Нарком Зема. Мы имеем перед собой результаты работы Государственной комиссии по электрификации России в виде этого томика, который всем вам сегодня или завтра будет роздан. Я надеюсь, что вы этого томика не испугаетесь. Я думаю, что мне нетрудно будет убедить вас в особенном значении этого томика. На мой взгляд, это наша вторая программа партии. У нас есть программа партии, превосходно разъясненная товарищами Преображенским и Бухариным, в книжке менее толстой, но в высшей степени ценной. Это есть программа политическая, это есть перечень наших заданий, это есть разъяснение отношений между классами и массами. Но надо также помнить, что пора на эту дорогу вступить в действительности и измерить ее практические результаты. Преображенский 1886-1937 годы В большевистской партии состоял с 1903 года. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года работал на Урале. На шестом съезде РСДРПБ выступал против курса партии на социалистическую революцию. После Октябрьской социалистической революции на партийной и военно-политической работе. В 1918 году левый коммунист. Во время профсоюзной дискуссии 1920-1921 годы сторонник платформы Троцкого. С 1923 года активный деятель троцкистской оппозиции, за что в 1927 году был исключен из партии. В 1929 году восстановлен партии, однако в последующие годы за антипартийную деятельность был снова исключен из ее рядов. Наша программа партии не может оставаться только программой партии. Она должна превратиться в программу нашего хозяйственного строительства, иначе она негодна и как программа партии. Она должна дополниться второй программой партии, планом работ по воссозданию всего народного хозяйства и доведению его до современной техники. без плана электрификации мы перейти к действительному строительству не можем. Мы, говоря о восстановлении земледелия, промышленности и транспорта, об их гармоническом соединении, не можем не говорить о широком хозяйственном плане. Страница 158 Мы должны прийти к тому, чтобы принять известный план. Конечно, это будет план, принятый только в порядке первого приближения. Эта программа партии не будет так неизменно, как наша настоящая программа, подлежащая изменению только на съездах партии. Нет, эта программа каждый день, в каждой мастерской, в каждой волости будет улучшаться, разрабатываться, совершенствоваться и видоизменяться. Она нам нужна, как первый набросок, который перед всей Россией встанет, как великий хозяйственный план, рассчитанный не меньше, чем на десять лет, и показывающий, как перевести Россию на настоящую хозяйственную базу, необходимую для коммунизма. Если мы боролись и успешно победили на фронте войны, то каков был один из мощных побудительных толчков, удесятерявших наши силы, нашу энергию. Сознание опасности. Все спрашивали, могут ли вернуться в Россию помещики и капиталисты, и отвечали, могут. Поэтому мы напрягали силы в сто раз. Мы напрягли их, и мы победили. Возьмите хозяйственный фронт и спросите, экономически, может ли вернуться в Россию капитализм? Мы боролись с Сухаревкой. На днях к открытию Всероссийского съезда советов это малоприятное учреждение Московский Совет Рабочих и Красноармейских депутатов закрыл. Аплодисменты. Сухаревка закрыта. Но страшна не та Сухаревка, которая закрыта. Закрыта бывшая Сухаревка на Сухаревской площади, ее закрыть нетрудно. Страшна Сухаревка, которая живет в душе и действиях каждого мелкого хозяина. Эту Сухаревку надо закрыть. Эта Сухаревка есть основа капитализма. Пока она есть, капиталисты в Россию могут вернуться и могут стать более сильными, чем мы. Это надо ясно сознать. Это должно быть главным побудителем в нашей работе и условием меркой наших действительных успехов. Пока мы живем в мелкокрестьянской стране, для капитализма в России есть более прочная экономическая база, чем для коммунизма. Это необходимо запомнить. страница 159 Каждый внимательно наблюдавший за жизнью деревни в сравнении с жизнью города знает, что мы корней капитализма не вырвали и фундамент основу у внутреннего врага не подорвали. Последний держится на мелком хозяйстве, и чтобы подорвать его есть одно средство перевести хозяйство страны, в том числе и земледелие, на новую техническую базу, на техническую базу современного крупного производства. Такой базой является только электричество. Коммунизм это есть советская власть плюс электрификация всей страны. Иначе страна остается мелкокрестьянской, и надо, чтобы мы это ясно сознали. Мы более слабы, чем капитализм, не только в мировом масштабе, но и внутри страны. Всем это известно. Мы это сознали, и мы доведем дело до того, чтобы хозяйственная база из мелкокрестьянской перешла в крупнопромышленную. Только тогда, когда страна будет электрифицирована, когда под промышленность, сельское хозяйство и транспорт, будет подведена техническая база современной крупной промышленности, только тогда мы победим окончательно. Нами уже разработан предварительный план электрификации страны. Над этим планом работали 200 наших лучших научных и технических сил. Разработан план, который на долгий период лет, не менее чем на 10 лет, дает нам расчет материальный и финансовый. Этот план указывает сколько миллионов бочек цемента и сколько миллионов кирпичей нужно нам для проведения электрификации. Чтобы осуществить задачу электрификации в финансовом отношении, расчет сделан на 1,2 миллиарда рублей золотом. Вы знаете, что мы нашим золотым фондом можем покрыть далеко не всю эту цифру. Невелик также у нас и продовольственный фонд. Поэтому мы должны эти расчеты покрыть концессиями по тому плану, о котором я говорил. Вы увидите расчет, как на этой основе планируется восстановление нашей промышленности и нашего транспорта. Мне пришлось не очень давно быть на одном крестьянском празднике в отдаленной местности Московской губернии в Волоколамском уезде, где у крестьян имеется электрическое освещение. По приглашению крестьян деревни Кашино, Яропольской волости Волоколамского уезда Московской губернии, Ленин вместе с Крупской присутствовал на открытии электростанции 14 ноября 1920 года. Он беседовал с крестьянами, выступал на митинге с речью о международном положении и о значении электрификации в народном хозяйстве. Ленин и Крупская сфотографировались с группой крестьян деревни Кашино участников митинга. Страница 160 На улице был устроен митинг. И вот один из крестьян вышел и стал говорить речь, в которой он приветствовал это новое событие в жизни крестьян. Он говорил, что мы крестьяне были темны. И вот теперь у нас появился свет, неестественный свет, который будет освещать нашу крестьянскую темноту. Я лично не удивился этим словам. Конечно, для беспартийной крестьянской массы электрический свет есть свет неестественный, но для нас неестественно то, что сотни тысячи лет могли жить крестьяне и рабочие в такой темноте, в нищете, в угнетении у помещиков и капиталистов. Из этой темноты скоро не выскочишь. Но нам надо добиться в настоящий момент, чтобы каждая электрическая станция, построенная нами, превращалась действительно в опору просвещения, чтобы она занималась, так сказать, электрическим образованием масс. Нужно, чтобы все знали, почему, эти маленькие электрические станции, которых мы имеем уже десятки, почему они связаны с восстановлением промышленности? У нас есть разработанный план электрификации, но выполнение этого плана рассчитано на годы. Мы во что бы то ни стало должны этот план осуществить и срок его выполнения сократить. Здесь должно быть то же самое, что произошло с одним из наших первых хозяйственных планов, с планом восстановления транспорта, приказом номер 1042, который был рассчитан на пять лет, но уже теперь сокращен до трех с половиной лет, так как выполняются сверх нормы. Для проведения плана электрификации нам необходим будет, может, срок в 10 или 20 лет, чтобы осуществить преобразования, вырывающие корни возвращения к капитализму. Это будет невиданным еще в мире примером быстроты общественного развития. Мы во что бы то ни стало должны этот план осуществить и срок его выполнения сократить. Мы впервые становимся на хозяйственную работу. Таким образом, что кроме отдельных планов, которые вырастали у нас в отдельных частях промышленности, как, например, в транспорте, которые переносились в другие части промышленности, мы получаем также обобщенный план, рассчитанный на целый ряд лет. Эта работа трудная, работа рассчитанная на победу коммунизма. Страница 161 Но нужно знать и помнить, что провести электрификацию нельзя, когда у нас есть безграмотные. Мало того, что наша комиссия будет стараться ликвидировать безграмотность. Ею сделано много в сравнении с тем, что было, но мало в сравнении с тем, что нужно. Кроме грамоты нужны культурные, сознательные, образованные и трудящиеся. Нужно, чтобы большинство крестьян определенно представляло себе те задания, которые стоят перед нами. Эта программа партии должна стать основной книжкой, которая должна пойти во все школы. Вы получите в ней рядом с общим планом проведения электрификации специальные планы, написанные для каждого района России, и каждый товарищ, который поедет на места, будет иметь определенную разработку проведения электрификации в его районе, переходы из темноты к нормальному существованию, и товарищи. Можно и должно на месте сравнивать, разрабатывать, проверять данные вам положения, добиваясь того, чтобы в каждой школе, в каждом кружке на вопрос, что такое коммунизм, отвечали не только то, что написано в программе партии, а также говорили о том, как выйти из состояния темноты. Лучшие работники, хозяйственники, специалисты исполнили данные им задания по выработке плана электрификации России и восстановлении ее хозяйства. Теперь нужно добиться того, чтобы рабочие и крестьяне знали, как велика и трудна эта задача, как к ней нужно приступить и как за нее взяться. Надо добиться того, чтобы каждая фабрика, каждая электрическая станция превратилась в очаг просвещения. И если Россия покроется густою сетью электрических станций и мощных технических оборудований, то наше коммунистическое хозяйственное строительство станет образцом для грядущей социалистической Европы и Азии. Бурные, долго не смолкающие аплодисменты. Напечатано в 1921 году в книге «Восьмой Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов» в стенографический отчет. Печатается по тексту книги сверенному со стенограммой. «Восьмой » «Восьмой депутатов» «Восьмой